Этого момента ученики Иркутского арт-центра ждали целый год. Итоговый праздничный урок перед каникулами, на котором собрались все юные художники. И вновь на нем полет фантазии, творческий порыв и авторская роспись байкальских нерп из бумаги, которые отправились на общую экспозицию жителей Байкала. Здесь представлены картины и вылепленные статуэтки животных рыб Священного озера. Есть автопортрет юных художников, их домашних питомцев, ведь все они жители Байкала. Я хотела представить своего кота, который сейчас у бабушки живет. Хотела сделать серым, а получился беленьким. Теперь дети и их родители любуются работами и полотнами их друзей. Рисунки исполнены в разных техниках. В акварельной, картине гуашью, акрилом посетители отметили высокий уровень детского мастерства. Вы знаете, вот мы каждый год подводим итоги и видим просто профессиональный рост ребенка, ее умение вельсовать и сочетать цвета. И у нас даже отмечают это в детском саду, что на кружках, которые связаны с творчеством, вообще большой прогресс ребенка на лицо просто. Жители Байкала – генеральная тема прошедшего учебного года. Ей уделяли особое внимание. Берется одна тема, и она изучается и воплощается по-разному. И наша задача учителей – показать разнообразие возможностей и способов изображения. И когда ты ту же нерпу, например, ты ее рисуешь карандашом, штриховкой, потом ты ее делаешь акварелью, это тоже очень сложно, потом ты делаешь гуашью, потом ты делаешь объемно-пространственную композицию, потом ты ее лепишь из глины. И поэтому получается, что ты на одном и том же материале учишься разным способом изображения. Ну а пока дети будут на летних каникулах, их учителя поработают над образовательной программой и новой генеральной темой, которую юные художники исполнят в ярких красках. Дарья Макарова, Константин Синицын. Новости. Сейчас.